А вы почему меня толкаете? Я не поняла. Вам нельзя сюда. Вот с какой стати? Вы кто такая? Я не поняла. Я храняюсь здесь. Почему мне нельзя? Женщины меня припозвали. Они боятся вас без меня. А! Вы видели, что она делает? Она меня пихает. Вы не имеете права. Я вас в полицию вызову. Вызывайте. Вы мне больно делаете. Маньячка. Вы кто? Давайте фамилию вашу. Заявление на вас писать буду в полицию. Вы что, больная? Женщина? Женщина! Маньячка! Идиотка! В Екатеринбурге, в доме Нобелинского, 86, в офисе печально известной клиники GlobalMed, местная охранница жестко вытолкала и завалила на пол антиглобалистку Елену Лаптеву, объявившую войну GlobalMed после того, как ее отца поймали здесь в денежную кабалу, подманив первым бесплатным приемом. Схема эта давно известна. Она работает в разных сферах жизни. Сначала человек заманивается по телефону халявой, особенно попадаются на это пенсионеры. На первом приеме у них неожиданно обнаруживаются капец какие страшные болезни, которые можно вылечить только в этой клинике. Конечно, уже не за бесплатно. А если денег нет, то можно прям тут оформить банковский кредит. Ага, под ядерные проценты. Пожилые люди, уже как-то привыкшие к жизни и цепляющиеся за нее, пугаются обещанной инвалидности, а то и самой смерти, и, не глядя, подмахивают договоры, попадая в долговую яму. Пришли на бесплатную диагностику. Ой, уходите быстрее. Они здесь обманывают, ставят ложные диагнозы и заставляют заключить договор на лечение в кредит в огромный. Ведут прием люди без медицинского образования. Их задача уболтать, в душу влезть и заставить человека расположиться. Вот здоровые люди, им вот эту вообще обманули. У ней инвалидность пенсии от 6 тысяч, а ей кредит повесили 100, сколько? 100, почти 180 тысяч. Вот, а указали доход в заявке на кредит 50 тысяч рублей, будто бы у ней доход. А сейчас женщина в кабале, в долговой. А как надо? Она же не смотрела, что подписывала. С тех пор, как Елена Лаптева эту схему Глобалмеда раскусила, она обвинила клинику в мошенничестве и объявила ей войну до победного. То есть вплоть до возбуждения уголовного дела по 159 мошенничества. На сегодня комитетчики возбудили дело против Глобалмеда, но пока не по мошенничеству, а по оказанию услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Ибо в клинике не только людей ставят на бабки, но и некоторым подрывают здоровье. И вот ситуация. Про эту а-ля лечебницу с ее хитрой схемой не единожды рассказывали по ящику. Против нее возбуждено уголовное дело, а она и по всю пору функционирует, и пенсионеры в нее вот прям ломятся. Ну что это? Прыгают на кактус, плачут и снова прыгают. Разоблачительная деятельность Елены Лаптевой наносит Глобалмеду материальный урон. Ибо Елена, выиграв в суде дело своего отца, стала в деле расторжения кабальных договоров с Глобалмедом настоящим гуру. И теперь она ходит с жертвами клиники по офисам Глобалмеда, давит своим авторитетом и помогает потерпевшим выбраться из долговой ямы. Ну понятно, что клиника реагирует на появление Елены в своих стенах вполне адекватно. Ну то есть не пускает. По крайней мере на Белинского 86 случилось именно так. Елена привела женщину на расторжение договора. Женщина-то зашла. А вот Елену охранница без церемона вытолкала, да еще и уронила на пол. Не ходите женщины туда, тут мошенники разводят на кредиты. И сейчас она меня так толкнула, я вам даже ногу ушибла. Я сейчас полицию вызываю. Охранница. Фашистка, ты фашистка, а не охранница. Ты мне заплатишь за это, за то, что руку мне сдавила до синяков. Ты фашистка, ты не имеешь права, это общественное заведение, а не публичный дом для избранных. И не наркодом, куда по пропуску пускают. Она меня сейчас, знаете, как вот сюда бросила на пол. Можно сказать, что Елене Лаптевой в этом офисе прилетела ответочка. Напомню, что в марте, в рамках одиночного пикета, она здесь потаскала за волосы начальницу отдела продаж Эльзу Балазян. И по этому поводу в Верхнепышминском городском суде сейчас полным ходом идет гражданский процесс. Эльза хочет поймить с Еленой 280 тысяч рублей за моральные страдания. Теперь вот самой Елене пришлось испытать боль и унижение. А как еще? Земля круглая, ну в смысле шарообразная, в форме геоида. То есть все возвращается на круги своя, и эта стычка явно не последняя. В общем, шоу продолжается. Продолжение следует...